А здрасте, у нас тут новиночка. Automation Empire. Империя автоматизации. Из названия следует, что мы тут будем и автоматизировать, и империю создавать. Так давайте же пойдем и посмотрим, что это за хрень такая. Единственное, что стоит сказать, это пока естественно ранний доступ, все дела. Есть проблемы с локализацией, причем довольно серьезные, но это мелочи жизни. Мы на них заострять внимания не будем. Итак, собственно, что у нас тут есть по геймплейчику? У нас есть 10 готовых планет для игры. Вот, собственно, долина Сплита это первая, и Снежный лес это последняя. Я не очень понимаю, как будет переходить прогресс из одной планеты в другую, и когда откроются остальные, я так полагаю, что это будет либо добавлено после, либо когда вы пройдете все эти планетки. Цель каждой из планет всегда одна и та же. И я думаю, что это тоже будет корректироваться, потому что, вот, собственно, видите, и куда бы я ни тыкнул, у нас цель всегда 25 тысяч килограмм за 3 месяца нужно экспортировать. И я так понимаю, что абсолютно любого груза, да? Скорее всего. На самом деле, мне не очень понравилась долина Сплита, потому что давайте, знаете, как сделаем? Мы сейчас с вами пробежимся по всем 10 планетам, просто чтобы вы видели, как они выглядят. А потом уже начнем на какой-нибудь, например, Рокки Хиллс. Она довольно приятная внешне. На Землю похоже, да? Поехали. Первая планета – долина Сплита. У меня есть тут некая колония, поэтому я нажму «Нагрузка». Не «Загрузка», а «Нагрузка». Ну, охренели. А, нет, смотрите-ка, это не мой сейф. Это просто, видимо, я новую планету создавал. Итак, смотрите, что мы здесь, собственно, имеем. На этой планете, на первой, я вам просто покажу основы, так сказать, чтобы понимать, как это все работает. У нас есть вот такая вот огромная территория. Вот это все наша территория. Как вы понимаете, вот эти вот точечки. И это полезные эскопаемые. Черное, похоже на дерьмо, это уголь. Это, походу, железо. Это вот на золото, похоже, или медь. В общем, короче, это надо копать, понимать, смотреть. Довольно обширная местность. И, как вы полагаете, правильно нужно здесь это все дело выкапывать. И мы должны все это дело экспортировать. Вот такая вот история. У нас есть какая-то основная статистика. Вот цель миссии, видите, пока 0 килограммов экспортирована. Сейчас этот дрончик загрузит грузовик углем. Грузовик отправится в точку экспорта. И здесь, по идее, появится некое число. Я просто, опять же, на этой планетке вам рассказываю. Дальше. У нас есть медальон. А, по сути, цель та же самая, только добавляется еще 10 тонн к экспорту. И тогда мы получаем медальон на миссии. Вот такая вот штука. То есть нам нужно здесь будет ускоряться. Итак, грузовик приходит. Деньги к нам высыпаются. Да, высыпаются. 7 тысяч баксиков. Мы экспортировали, как вы понимаете, 6 килограмм из 25 тысяч. Понятное дело, да, что это небыстрый прогресс и процесс тоже. Да, игра требовательна к гринду. Она прям хочет, чтобы много гриндили. Я думаю, что разработчики будут это дело балансить. Теперь давайте расскажу, что здесь вообще происходит. Итак, у нас есть дорога въезд. Сколько бы вы таких туннелей не ставили, она все равно будет экспортировать машинку, вот в зависимости от этой вот наполняемой шкалы. И у нас есть тоннель выезд с дороги. Если у вас будут к этой дороге подключены еще вот такие вот парковочки для грузовичков, они туда будут вставать и ждать, пока их загрузят маленькие дрончики. Дрончики вываливаются из вот такой вот штуки, которая называется дрон-бэй, которая требует питания, само собой. Именно для этого здесь стоит электростанция, которая подключена к шахте, добывающей уголь. После этой шахты вся руда, которая она добудет, поступает вот в этот интересный блок, который называется производитель ящиков. Я так понимаю, что это тупо упаковка. И дальше нам потребуется вот такая вот unload station, которая похожа больше на конвейер, но на самом деле это точка выгрузки. Где, откуда вернее, уже дрончики смогут эти самые ящики забирать. Помимо того, что мы можем таким образом все поставлять, у нас также есть железная дорога. У нас также есть шахты, дорога шахт. То есть это прям треки, это микрожелезная дорога с вагонетками. Я даже ради примера могу вот так вот ее построить и добавить сюда вагонетку, которая будет сама кататься туда-сюда. Да, стрелок здесь нету в этой дороге. Насчет железной я еще пока не проверял, потому что ее надо разблокировать, сами понимаете. А вот эта вот дорога, она бесстрелочная. Вот, вагонетка будет кататься из точки А в точку Б. И между этими точками вы, собственно, какую-то инфраструктуру навешиваете, и вагонетка будет с этим взаимодействовать. Довольно интересная хрень. Давайте отправимся на какую-нибудь другую планетку, просто чтобы заценить, какие там виды и ландшафты. А потом уже выберем ту, где будем играть. Значит так, следующая наша планета идет Рокки Хиллс. Я, наверное, на ней начну играть, поэтому давайте пробежимся по другим планетам. Вот опять же береговая линия, ледниковая зона. Вот это, кстати, весело, наверное, должно быть, потому что здесь куча воды. Давайте, знаете, как сделаем? Учитывая, что мы с вами уже посмотрели на долину Сплита, это, считайте, пустыня. Чтобы не прокликивать абсолютно все планеты, мы будем пустынные пропускать, кроме вот таких, которые вот из красного песка. Да, опять пустыня, здесь уже тропики, пустыня плюс деревья. Опять тропики. Вот это интересно, мать его, серьезно, здесь тоже можно что-то добывать. Окей, пойдемте посмотрим на ледниковую зону. Привет, ледниковая зона. Видите, здесь уже по-другому все это дело присоздано. Мне нравится, как водичка здесь отображается. Хороший шейдер, на самом деле, да. Ну, я понимаю, что здесь будут мосты, здесь, ну, прикольно. Короче, по сути, все карты это примерно одинаковые локации, только с использованием различных препятствий. Здесь горы, вода, там были каньоны и все такое. Окей, все понятно. Ладно, тогда не будем терять время. Погнали в Рокки Хиллз или погнали, знаете, куда? Вот мне еще понравилось вот это озеро Оазис или вот это остров Хоппер. Давайте на остров Хоппер, он прикольный. Здесь и деревья есть, и водичка есть, и зелень есть. Мне нравится. Создаем новую колонию, которую назовем Римпак. Потому что я, да, я, это он, а он это я. И нажимаем начало. Готово наша планетка, и вот она уже выглядит прям вот хорошо. Вот такие цвета радуют глаз конкретно. Давайте смотреть, что здесь происходит. У нас опять три месторождения угля, одно из которых освоено. И это потому, что я поставил галочку на упрощенный режим. В общем-то, здесь всего два режима, один упрощенный, второй нет. И разница в том, что либо вам это все построят изначально, либо вы начнете на пустой карте и сможете стартовать откуда вам угодно. Так, давайте сначала пробегаться по интерфейсу. Механику основную я вам объяснил. Вот эти грузовики привозят нам бабло, увозят наши ресурсы. Все здесь хорошо. Здесь, кстати, уже два, видите, блока unload station. Это круто, потому что эта хреновина производит три, э, три. Она производит четыре ящика, если мне не врет память, за одну итерацию угля. Вот надо посмотреть, будет еще точно, потому что тут надо это тоже дело балансить, чтобы все было хорошо. Итак, интерфейс. Снизу у нас находится панель, которая показывает, сколько у нас денег, сколько у нас очков исследования, какой сейчас месяц, год, сколько дронов в работе и все такое. Дальше следует строительство. У нас, естественно, почти все заблокировано, поэтому мы единственное, что точно должны построить, это исследовательский купол, потому что без него жизнь будет совсем не мила. И надо на паузу поставить, вот. Ха! Следом за этим у нас идет экстракторы всяких там материалов. Вот есть у нас передача трубы, есть, собственно, засасывалка-высасывалка, да, есть еще передаточная труба, короткая и длинная. По поводу этих труб, надо сказать. На самом деле здесь не очень, ну, скажем так, удобная механика строительства, и эти трубы, поверьте, нам пригодятся. Увидите все на практике. Дальше у нас склады, и следом за ними какие-то хреновины, которые мы еще не открыли. Дальше располагается питание, электростанция плюс столбы, потом, собственно, добыча и вот эта вот коробка, которая производит ящики. Потом у нас идут фермерские угодья. Я пока тоже не знаю, зачем они нужны, но, по всей видимости, нужно будет. Потом идут вот эти вот разгрузочные станции, которые похожи на конвейеры. А вот это они, как я вам говорил, не конвейеры. Дальше будут конвейеры вместе со всякими там стрелками. И даже когти будут, которые, я так понимаю, будут ящики цеплять и куда-то передвигать. Потрясающе. Затем у нас идут вагонетки. Дальше когать-рельс. Это, я так понимаю, что-то типа монорельса. То есть надземная херня. Потом железная дорога и обычные дороги. Из дорог у нас есть, собственно, вот такой вот изгиб, обычная дорога и вот парковка, собственно, которую мы будем использовать. У нас уже одна есть, поэтому можно особо не париться. Итак, что здесь происходит? Во-первых, нам нужно сейчас первым делом забубенить исследование. Как это делается? Делается это вообще прям вот, прям вот изи. Единственное только что, из-за того, что у нас здесь океан, я не могу построить вторую исследовательскую лабораторию. Поэтому мы можем, в принципе, уехать вот сюда, вот в этот уголь и сделать это тут. То есть одно месторождение я просру, потому что будет просто неудобно подключать. А вот эти два можно будет освоить. Да? Можно или эти два. Нет, наверное, все-таки вот эти два. Короче, смотрите. Значит, ставим сюда шахту, подключаем к ней исследовательский купол. Купол можно подключать двумя способами. Первый способ. Вот он, если я так его поставлю, он не подключится, потому что будет дырочка. Чтобы он подключился, нам нужны вот эти вот передаточные трубы. Я не очень понимаю, зачем это нужно. Но, короче, вот разработчики так захотели. А у нас они есть как длинные, так и короткие. Обе подойдут. Но мы поставим короткую просто потому, что дешевле. Да. Денег пока у нас мало. Чтобы зарабатывать деньги, нужно экспортировать материалы. Все. В принципе, этот купол теперь будет работать. Купола вот эти исследовательские, они работают на абсолютно любом ресурсе. Я полагаю, что какие-то редкие вещи, скорее всего, дают им просто больше вот эту полоску. Полоску заполнения. Она быстрее заполняется. Мы можем быстрее выводить исследовательские очки. Да. У меня осталось 23 тысячи баксов. И первым делом нужно подключить туда энергию. Потому что если не будет энергии, хрен нам не исследование. Подключаем эту самую энергию. Было бы удобно, если бы можно было вести просто линии, а не по одному столбику. Ну ладно. Фиг ли тут выпендриваться. Надо брать то, что дают. Готово. Эта хрень заработала. Теперь снимаем с паузы. Смотрите, как это будет работать. У нас здесь есть вот эти точки исследования. Содержимое, которое поступает в этот купол, превращается в эти самые очки. Вот эта шкала нам об этом рассказывает. И после того, как пройдет одна итерация, здесь будет, ну, что-то где-то накопится. И когда вот эта накопленная полосочка достигнет какой-то цвет. Цвет морской сраной волны. Вот этой лисочки. Мы сможем собрать эти очки. Поэтому нам нужно два купола исследований. Потому что с одним... Ну, сами понимаете, это будет очень долго. А я не люблю, знаете ли, очень долго. Я люблю быстро. Ну, не всегда быстро. Ну, вы поняли. Ставим второй купол. Вот сюда. Который не поставить, потому что у нас денег на него не хватает. Беда, печаль, дерьмо. И все такое. У нас поехал грузовичок, который сейчас 7000 баксов должен привезти, если опираться на прошлую карту, которая самая первая. И все будет хорошо. Да, кстати, еще. Очень важная вещь. В геймплее нет музыки. Поэтому я подпихнул музыку из главного меню. Просто, чтобы вы знали. Все, 7000 нам дали. Теперь можно строить исследовательский купол, который нельзя строить. Потому что есть что? Еще один купол. Раньше он мне давал это делать. Видите, дает. Походу, ему вода не нравится. А здесь ты можешь строиться? А здесь он может строиться. Окей. Тогда вот эту хрень удаляем. Прикручиваем сюда еще одну. И тогда уже он влезет. Вот так вот. Скорее всего, будет некий дебаф по накапливанию вот этого содержимого. Но мне пофигу. Главное, чтобы все работало. Потому что, вот. Потому что хочется. Мне показать вам. Это же первый взгляд. Мы здесь еще не проходим ничего. Просто смотрим. Сделали. Что мы будем делать дальше? Во-первых, можно купить еще одного дрончика. Потому что один дрончик, это хорошо. А два лучше. Плюс они будут эти штуки наполнять гораздо быстрее. Это во-первых. Во-вторых, мы можем, собственно, подключить сюда еще одну дополнительную шахту. Которая будет нам экспортировать еще угля. Который будет накидываться в наш вот этот вот грузовичок. Таким образом, мы сможем зарабатывать деньги чуть быстрее. А теперь давайте пробежимся по верхней части интерфейса. Где у нас находятся исследования и все остальное. В игре, кстати, нет ускорения. Что очень печально. Потому что оно здесь просто должно было быть. Ибо много фарма. Значит, смотрим. Первое. Технологии исследований. У нас здесь есть дерево технологий, которые мы можем исследовать. Вот это, кстати, ракета. Позволяет нам отправлять гребаные ресурсы наверх. Вот так вот. Помимо ракеты здесь есть все и даже больше. Но мы, понятное дело, поезда даже есть, твою мать. Это же просто замечательно. Я просто увидел этот гребанный локомотив. И мне аж дурно стало. Люблю паровозики, знаете ли. Естественно, первое наше исследование будет, скорее всего, что вот это вот рафайнер или рефайнер. Не знаю, как он правильно называется. Который говорит о том, что мы можем здесь рафинируйте ваши легкие руды в более тяжелые. А, ну это, короче, типа пресса. Окей? Да? Не рафинитор, мать его. А, пресс. Но, кстати, вместе с ним разблокируются заводы. В общем, увидим, как это все будет. Это будет интересно. Как понять, что у нас накопилась, кстати, исследовательская, скажем так, манна? Заводы начнут с зелеными светиться окна у них, вот у этих куполов. Поэтому мы их просто прокликаем, и все будет хорошо. Едем дальше. У нас есть также исследование бафов. Ну, то есть, это некие усилители. Первый усилитель, это, я так понимаю, что скорость вагонеток, да? Ну, в общем, вы, в принципе, по иконкам можете понять, что это такое. Самое классное, это вот это. Интервал грузовика на полторы секунды меньше. Что, как бы, намекает, что мы будем быстрее экспортировать материал. Если, конечно, обеспечим поставки этого самого материала в должной скорости, да. Поэтому мне кажется, что это прям очень-очень-очень важно. Нужно будет качать грузовик. Что касается поезда, учитывая, что у них иконки примерно одинаковые, я так полагаю, что можно будет, да, у них тоже есть тоннели, и можно будет уже выгружать содержимое на поездах. Что тоже круто, потому что масштабы трагедии ошеломительные. Окей, ладно. Значит, давайте попробуем что-нибудь подобывать. На самом деле, эта вот структура, которая здесь стоит, нам уже всем известна. Единственное, только я разгрузочную станцию хочу... Твою мать, когда она была по-английски, было все понятнее. Я просто сейчас прикручу одну. Нет, это не то. Видите, я говорю, что здесь с этим самым серьезные проблемы. Все, теперь у нас есть три этих самых разгрузочных станции. Добавим еще одного дрончика. Как работают дроны? Собственно, у нас здесь есть в unload station приоритет. Лучше ставить на средний, потому что дроны все равно будут летать. Это как пить дать. Дроны работают вот от этой станции, но у нее вроде бы как нету рейнджа. Видите, никакого круга, обозначающего площадь работы дронов нет. Поэтому дроны тупые. И им прям вот указать, где работать невозможно. Но я думаю, что в будущем они нам и не потребуются. Мы будем все доставлять всякими вот этими каготями и так далее и тому подобное. Два дрончика, по-моему, тоже маловато. Давайте им еще одного третьего друга купим. И теперь они смогут... Все у них получится. Они все смогут. Да. Не хватает, знаете, что? Вот если смотреть на эти передаточные трубы. Не хватает перекрестка, чтобы можно было что-то внедрить. То есть я, допустим, вот эти два месторождения беру. Вкидываю это все в одну и ту же трубу. И вот это вот падло производитель ящиков будет работать гораздо быстрее. Этого нет. Но, возможно, потом добавят. Единственное, как можно провернуть такое безобразие, это используя вот этот вот маленький контейнер. Но вы не всегда сможете подключить из-за углов, блин, расположение здания. В общем, короче, здесь очень неудобно все это происходит. Я даже не знаю, как быть-то. Единственный вариант, наверное, как можно правильно все это организовать, это использовать в вагонетке. То есть собирать ресурсы с одной вагонетки и уже потом уже развлекаться здесь. Но я бы не хотел, на самом деле, с углем безиться. Я хочу попробовать уйти вот сюда. Мне кажется, что эта руда, которая вроде бы как железная с виду, но по факту хрен его знает как. Мне кажется, она стоит дороже. Давайте начнем, ну, скажем, вот отсюда, да? Ну, просто чисто по приколу. Единственное, только сейчас я проверю. Вот, видите, уже одна почти уже все добыла. Это прекрасно. Дальше что нам надо? Нам нужен маленький контейнер. Хотя, может быть, и не нужен. Вот здесь по-любому понадобится. Если с этих двух шахт сюда заводить, он по-любому понадобится. Да-да, наверное, так. Ладно. После того, как мы поставили шахту, нам нужно здесь будет либо ящики производить, точно так же, как с этой стороны, либо же использовать вагонеточки. Я хочу использовать вагонеточки, потому что я люблю гребаную железную дорогу. И даже если это не железная дорога, а сраные вагонетки. Поэтому первым делом нам нужно поставить вот такую штуку, передача труба. Видите, только у нас на нее денег нету, потому что, блин. Да, зарабатывать в игре не быстро получится. И вот опять же, возвращаясь к тому, что, о, видите, позеленело. Берем очки исследований, сразу 24 тысячи, что как бы намекает, что мы можем разблокировать вот эту штуку, но мы пока не будем ее разблокировать, потому что я хочу уменьшить интервал грузовиков. А это стоит 50, понимаете, ход моих гребаных мыслей. А, так вот, на чем я там остановился. Вагонетки. Мы будем извлекать из них руду прямо вот здесь вот рядом, чтобы наши дрончики далеко не улетали. Это будет весьма удобно, поверьте мне. Единственное, только я забыл, сколько там требуется клеток, но сейчас мы это дело все проверим. Я просто сейчас денежки коплю, потому что без денежек, сами понимаете, ничего не получится. Нам нужна вот такая передаточная труба, которая будет насыпать в вагонетки все, что она сможет выцарапать из этого месторождения. Ставим эту самую трубу сюда, потому что у нас одно месторождение, и нам здесь не нужен склад, который контейнер. Контейнер я хочу попробовать поставить где-то здесь, чтобы туда насыпать с двух месторождений. Если получится, конечно. В чем я очень сомневаюсь, потому что строительство, да. Теперь, в принципе, можно позволить себе строить вот эту железную дорогу. Поворачиваем ее как-то так, и нам нужен некий запасик, потому что непонятно, сколько я буду строить в вагонеток. Ну, допустим, вот столько, да. И мы спокойно ведем все это дело ближе к нашей дороге экспортируемой. Доводим куда-нибудь вот сюда. Теперь нам нужно отсчитать, ну, скажем, три. Вот раз, два, три. Квадратика, и вот до сюда ее довести. Вот, прям, что называется, на все бабки. Кажется, у меня бабки кончились отлично просто. Давайте, прошу вас. Грузовичок должен уже доехать. Ну же. Всего-то три тысячи. Чего вы бесите-то меня? Кстати, они правильно делают, что меня бесят. Я бы сейчас построил. Мне же надо еще будет разместить вот эту вот прекрасную коробку, где она тут у меня была. Вот эта коробка. Так, в коробку насыпаешь. Да. И из нее они, собственно, уже будут вываливаться. Отличный план. Единственное, только в коробку, по-моему, не получится насыпать вот этой вот штукой. Здесь очень неинтуитивно понятно получается. Вот видите, она высасывает. Вот, вот, вот. А, нет, все нормально, да. Она засосет с вагонетки и положит сразу в коробку. Следовательно, наша система будет немного другой, нежели я изначально планировал. Тогда нужно начинать, в принципе, с коробки, мне кажется. Строим эту самую коробку. Вот как-то так. 15 тысяч, серьезно? Блин, нам нужно немножечко погриндить денежки. Без коробки, походу, не получится. Можно попробовать сделать мост, в принципе, и накидать. На, туда не накидаешь, да. Ну вот, опять же, видите, ограничение механик. Но мы это дело будем пока игнорировать, потому что игра находится в разработке. И, в принципе, контента даже на ранний доступ здесь предостаточно. Я сразу вам скажу, что я не хочу сравнивать эту игру с Факторией. Я понимаю, что Фактория некий первопроходец, у которого получилось в таком жанре. Но остальные проекты типа Satisfactory и вот этой вот штуки надо поддерживать. Потому что таких игр делают что-то мало, а они ведь интересные. Согласитесь? Я думаю, что вы согласны. Подключаем пока электричество. Пока все равно денег нету. И мы держимся. Я охренительно провел последний столбик. Ну вот и все, вроде бы заработал. Теперь осталось только вагонетки накидать. И можно, в принципе, сделать это сейчас. Вот видите, я три вагонетки добавил. Они сейчас будут кататься, как только здесь накопится материал. А этот самый материал будет насыпаться в вагонетки. То есть, эта система уже, по сути, работает. Осталось только ее там где-то как-то обвязать, чтобы из них уже и выковыривать тоже могли. Что у нас эти по электроэнергии? Пойдемте в электростанцию посмотрим. Вместимость 17 из 40. Но это не вместимость, а нагрузка. Я говорю, что локализация обещает быть когда-нибудь. Но не сейчас, это точно. В общем, можно еще кучу всего, но подключать и еще останется. Продолжают грузовики зарабатывать деньги. Правда, уже меньше. Уже 6 тысяч вместо 7. Или, может быть, тогда было 7 из-за того, что удаление грузовиков было больше. Ну, в общем, нам нужно сейчас тупо поднакопить денежки. А я не могу ускорить процесс, поэтому сидим, ждем. Но вам-то ждать не придется, это точно. Итак, на моем балансе уже 15 тысяч денег. У нас готово немножечко очков исследования. И мы сейчас с вами будем прокачивать интервал вот этих вот грузовиков. Благо, у меня накопилось 50 очков. Бах! И теперь грузовики будут ездить чаще. На полторы секунды. Ха-ха! Я понимаю, что это мало. Но нам это потребуется, потому что мы сейчас будем вот эту вот линию разгружать. Правда, денег пока, видите, прям совсем что-то немного. Но главное, что у меня хватит на завод. И я этот самый завод сейчас собираюсь поставить. Нам нужно сделать так, чтобы это было как можно ближе к грузовику. Вот где-то в этой области. Отлично. Мне нравится. Теперь для того, чтобы сюда внедрить содержимое, нам нужно сделать следующее. Походу, система-то будет намного сложнее. А нет, смотрите, сбоку что же можно? Правильно? Сбоку же у них выходы, да, входы. Отлично. Все, тогда все работает. Тогда все получится. Ха-ха! Железная дорога, иди сюда. Но это, конечно, не железная, но почти. Мы прокладываем ее вот каким-то вот таким вот макаром. Да, 2500, как с кустом. И теперь нам нужно сюда прилепить штуку, которая будет высасывать руду из этих вагонеточек. Она стоит тысячу. И тысяча у меня есть. Вот таким образом это дело подключается. И, в принципе, все готово. Осталось только сделать вот эти вот unload station, как они здесь называются. Я буду называть это конвейер разгрузки. Видите, она уже начала всасывать руду. И, в принципе, эта штука готова к работе. Осталось только ей дать немножечко питания, которое я дать ей немножечко забыл. Все, заработало. Видите, пошло. Отлично. И последняя станция нагрузки. Станция нагрузки или, господи, разгрузка. Ну, наверное, разгрузка все-таки. Прикручиваем сюда, ну, скажем, ну, понятно. Скажем-то мы многое, но по факту разгрузим всего одну. Сейчас вот еще грузовичок подъедет. Мы еще разгрузим. Нормально будет. Еще придется купить дрончика. Ну, в общем, вы понимаете, на первых парах геймплей такой вот умиротворяющий, неспешный. Вы никуда не торопитесь. Вы наблюдаете за тем, как эти сраные вагонетки катаются из одного угла в другой. Но потом, когда у нас откроются заводы, а это произойдет прямо сейчас, мы разблокировали первую технологию, которая дает нам вот что. Это пресс, да, как мы это выяснили с вами. И помимо того, что это пресс, сейчас я найду. О, во. Вот он находится, стоит 10 тысяч долларов и в обслуживании 800 баксов в месяц. Нехило, я вам скажу. Помимо этого, он разблокировал нам вот такие вещи. Завод. То есть мы теперь сможем строить с вами здание, которое стоит бесплатно? Серьезно? Дворота тысячу, а здание бесплатно? Это же потрясающе. Ну, мы попробуем, посмотрим, как это все работает. Сперва я хочу здесь все, чтобы работало прекрасно. Давайте мне еще одно. Не знаю, двух, по идее, хватит. Теперь, как вы видите, они светятся красным. Ну, они не светятся, но они подкрашены красным цветом. Чтобы они подкрашены были желтым, нам нужно установить приоритет дрончиков. Допустим, средний. И теперь дрончики будут летать и сюда, и забирать отсюда ящики. Вот так вот. Мы зарабатывали с вами 6 тысяч копейками, по-моему, если мне память не изменяет. Сейчас посмотрим, сколько привезет грузовик уже с такой вот смешанной штукой. Я только что забрал еще очков исследования. Видите, дрончики уже на готове, ждут следующую машинку. Отлично. Здесь идет перепроизводство, поэтому нам потребуется как четвертый дрон, так и увеличение вот этой вот длины разгрузки. Давайте это сделаем. Я забыл посмотреть, сколько я денег заработал, но это не беда. Вот, 4 ящика есть. Осталось только купить дрончика. Будет отлично. Я вообще не вижу смысла, наверное, в этом угле. Он по-любому потом как-то где-то будет нужен, но пока, наверное, можно и без него обойтись. Сейчас посмотрим. Если за железо будут давать больше, это же железо вообще, не? А железная руда, да. За железо будут давать больше, если... Тогда мы оставим только его, потому что привозят они быстро, делают они тоже довольно быстро. Грузовик, ты уже ушел, да? Но сейчас посмотрим, сколько он даст денег. Давай, ехай нахрен в этот, в туннель свой. И тот уже сразу подходит. Надо больше качать грузовики. Что у нас там следующее получается? 50 тысяч. Итак, грузовик приходит, и мы зарабатываем с вами 6500. По-моему, чуть больше. А может быть, я просто себя накручиваю. Сейчас посмотрим. 50 очков исследования. Это, в принципе, немного. Мы можем себе это позволить, когда вот эта точка будет готова. И, наверное, да, у них уменьшится же интервал на 3 секунды, да? Минус 3 секунды. И это, в принципе, мне нравится, да. Осталось только четвертого дрончика купить, и я это сделаю прямо сейчас. И тогда мы будем грузовик-то накидывать уже довольно быстро. Если будет еще больше дронов, то они вообще за одну итерацию смогут его накидать. Он уже, в принципе, готов. Единственная проблема, как по мне, они еще и сталкиваться могут друг с другом. И это создают некие пробки. Прикиньте, пробки в воздухе. Как вам такое? Вот дрончики могут это вам обеспечить. И еще один косяк, который я заметил. А пока нет грузовика, они не берут ящики. Вот. Если бы они все стояли на готове, было бы прям очень хорошо. А так им все равно приходится летать за ресурсами. Ну, в принципе, нормально. Мы уже, видите, денежек больше становится. Правда, руды, я смотрю, мало. Что-то как-то насыпали. Можно добавить еще одну вагонетку. Но я полагаю, что дело не в вагонетках, а в этих... В том, что она долго добывает. Следовательно, к такой железной дороге нужно подключать другую... Не другую, а две сразу добывающих станции. И мы это с вами сегодня сделаем обязательно. Я хочу посмотреть, как это работает. Но перед этим я хочу построить завод. Ха! Мне очень интересно, как он выглядит. А он таки платный, да? Я не хочу построить завод. Ну, то есть я хочу, но пока не могу. Просто дело в том, что вот эта штука ставится, видите, только внутри. Вот в чем проблема. И, по-моему, по-моему, у нее еще и вход конвейерный, да? Если это так, то у нас серьезные проблемы. Потому что конвейер у нас шаговый заблокирован. Нам нужно его каким-то образом еще будет разблокировать. Только тогда сможем... Да, это проблема. Слушайте, это проблема. Долго тебя ждать? Во! Смотрите, как все по таймингу. Уменьшаем интервал еще больше грузовиков. И теперь мы сможем зарабатывать просто миллиарды долларов. Надеюсь, по крайней мере. Что у нас там еще идет в исследованиях? Мы разблокировали вот эту хрень. Вторая разблокировка даст нам шаговый конвейер. И, по-моему, таки, эта штука реально без... Вот эта, вернее, штука без конвейера работать особо не будет. Но, опять же, нужно построить завод, чтобы это понять. И я просто думаю, где? Допустим, он будет здесь располагаться. 24, 28, вот 33, 600. Вот такой мне даже больше нравится, да. Вот это прямо мой идеал. Можно мне, пожалуйста, привезти? А, я пока строю, деньги не идут. Я понял. Давайте, тащите. С паузы надо только снять, чтобы тащили. Нужно больше дрончиков, да? Я думаю, что да. А чтобы больше дрончиков было, нам нужно еще один дрон бэй поставить. Жалко, что у него нету каких-то апгрейдов, чтобы увеличить количество в нем дронов. Этот грузовик позволит мне построить завод. Давай. Давай, грузовичок. Сделай дело. Вот такой. А может, такой поставить? Я же его все равно в любой момент расширю. Давайте вот такой. Ух ты. А мне нравится. Мне определенно точно нравится. Вода не подключена. К этому заводу еще и можно воду подключать. Обалденно. Дверной проем. Что ты делаешь? Я так понимаю, что он позволяет вводить сюда вагонетки. Да? Чисто теоретически, да. Ну, сейчас посмотрим. Его по-любому надо сейчас будет расширить еще на один ряд. Не могу построить здесь. Почему? У меня нету выхода. Это понятно, что у тебя нету выхода. Ясно. То есть завод можно только уничтожить. Я не могу его достраивать. Ну, я надеюсь, что такого помещения мне хватит. По крайней мере, мы посмотрим, как это все работает. Нам единственное, только нужно два выхода обеспечить из этого завода. Допустим, вход у нас будет здесь. Как это прикольно смотрится, а? Мне очень нравится. А выход у нас будет вот здесь. Посередине надо было бы построить окно, но окон вроде бы как нет пока. Может быть, потом появится. Это было бы очень и очень классно. Ну, и давайте попробуем насыпать, не насыпать, а обеспечить здесь сбор с двух месторождений. Если, конечно, это получится, в чем я на самом деле сомневаюсь. В прошлый раз у меня это не получилось. 15 тысяч стоит шахта. А это очень дорого, как по мне. Прям очень дорого. По-моему, мои дроны начали высасывать полностью вот эту вот штуку. Что-то мне так подсказывает. Ну, ладно. На одну шахту в любом случае у меня хватило. А теперь надо подумать, как их вместе подключить. Вот здесь будет подключена вторая шахта. Да, и между ними надо обеспечить сбор. Сбор вот таким вот маленьким конвейером. Контейнером, простите, да. Все, я о конвейерах своих. Но я не уверен, что это получится сделать. Но мы попробуем, да. Нам еще нужен один грузовичок, чтобы сейчас доехал. И тогда будет вторая шахта, а там уже будем колхозить. Безудержно. Тут по-любому нужна будет вот эта труба. Трубище. И еще одна система с вагонетками. Одну вагонетку можно убить. Она нафиг не нужна. Ну, а может даже и вторую убрать. Смотрите, она спокойно высасывается. А вторая-то не насыпается. Да. Можно, конечно, ее провести вот так. И тогда она будет насыпать две. Но я бы хотел, чтобы у меня были подключены две. А может таким образом я подключу все. Это очень интересно, я вам скажу. Но мы сейчас проверим. Денег у меня уже хватает на еще одну шахту. Прикручиваем ее сюда. Также мы прикручиваем сюда электростолб, который запустит всю эту систему. И теперь нам нужны следующие вещи. Нам нужно сделать общий какой-то вот такой склад, до которого я бы смог дотянуть трубы. Вот, допустим, он будет стоять здесь. Десять тысяч эта штука стоит. Но, по-моему, если ты довольно быстро удаляешь деньги, возвращается. Поэтому ждем денег. Ставим этот склад. И будем надеяться, что у меня получится туда протянуть трубы. Я на самом деле в этом сомневаюсь сильно. Давай склад. У тебя получится. Да. Вот он здесь теперь будет стоять. И нам нужны вот эти вот прекраснейшие вещи. Не подходит. Потому что денег нет. Окей. Ну да, слушайте, а может и подключу. Может и подключу. Будет классно, я себя подключу. Я бы вообще все три подключил. Но вот видите, я с этой вообще уже никак не вывести. Грустно. Но ничего. Мы с этим жить сможем. Давай, машинка, проваливай уже быстрее. Им надо еще... А можно скорость вкачивать им? Нет, нельзя. Только интервал. Ну понятно, ладно. Это, в принципе, нормальное время. Надеюсь, по крайней мере я. Шесть тысяч у меня появилось. Можно попробовать дальше колхозить. Итак, здесь у нас будет длинная труба. И пошло наполнение контейнера. Сорок вмещает единиц руды он в себе. И надо попробовать как-то подключать вот этот вот. Ну, допустим, здесь будет одна труба. Здесь будет вторая труба. Слушайте, ну вроде получится, да. Довольно дорого будет стоить. Но вроде получается. Сейчас проверим. Только денег надо дождаться. Давайте дождемся денег сразу, чтобы на все хватило. Потому что, ну, вот эти вот все перерывы, они, знаете ли, выбивают меня из колеи автоматизированного владельца завода. То есть владельца автоматизированного завода, да. Одиннадцать тысяч баксов имеется. Сейчас будем дальше проектировать. Это безобразно. Мне интересно, сюда вообще зайдет вот эта вот железная дорога. Или это все... Нет, заходит. Идеально заходит. Отлично. Так и поступим. Единственное, я бы хотел снести одну вагонет. Серьезно? А ты не мог? О, господи. А это что такое? Во, отлично. Поменяй-ка направление. Потому что я случайно удалил гребаные ресурсы. Возвращаемся к нашим трубочкам. Раз. Отлично. Ни хрена не получается, да. Вот чем их... Вот этой тоже никак. Передаточные трубки не соединяются с передающими трубками. Так это что же передача трубания? Вот видите, о чем я вам говорил? О вот таком вот косичендре. Да. Тогда у нас есть только один вариант, как это все можно сделать правильно. Есть такой вариант. Мы просто берем и вот эту железную дорогу немножечко удаляем. Здесь, к примеру. И даже здесь. Для того, чтобы протянуть новую железную дорогу, которая будет проходить... Да, она будет вот отсюда проходить. Сюда. Я уж не буду здесь просто удалять. Ну, знаете, чтобы вы просто хотя бы посмотрели, что трубы есть и они работают. Правда, работают они не так, как хотелось бы. По-любому, здесь какая-то еще одна штука раскроется. Вот, например, дистанционный разъем. Типа под землю будут убираться трубки. И тогда можно будет уже их подключать на любые расстояния. Но пока вот, к сожалению, так, как есть, увы. Дальше идем. Нам нужно протянуть эту штуку. Сейчас я вам скажу, куда. Вот сюда. Да, идеально. И дальше мы уже, собственно, возвращаемся в эту сторону. Отлично. Потрясающе. Теперь, как мне подключать эту хрень, я ума не приложу, на самом деле. Но сейчас меня это особо и не волнует. Мы сейчас, по крайней мере, пока что мы подключим вот эту выдачу материалов здесь. И вот эту выдачу материалов здесь. Следовательно, нам можно спокойно добавлять еще две корзинки, которые будут полностью заполнены. Раз. Два. А что, ты хочешь еще одну? На. Пусть будет четыре. Почему нет? Теперь мы должны скорректировать эту железную дорогу. Как-то вот до сюда, например. Все. Система работает. Деньги зарабатываться у нас будут. Теперь возвращаемся к заводу. Привет, мой друг. Значит, нам нужно разместить сюда этот вот рафайнер. Который пресс. Единственное, только я не очень понимаю, как туда подавать ингредиенты. Скорее всего, по выдаче. То есть, нам нужен здесь еще и ящик. Чисто в теории. И из него, по идее, тогда уже вылупится ящик. Правильно я понимаю? Надеюсь, что да. Да. Да, это будет непросто, слушайте. И денег надо будет до хрена. А самое печальное, что на паузу встает, когда я в завод залезаю. Короче, нам нужно сейчас нафармить денег и попробовать подключить эту систему. В принципе, когда я это сделаю, все будет понятно, как ясный день и белая раскрытая книга. Я думаю, что мне нужно дронов добавить. Не знаю почему, но мне так кажется. Вот у нас есть дронбэй, которая стоит 10 тысяч долларов. 400 баксов в месяц она жрет. И это довольно много, я вам скажу. Но нам это очень нужно, потому что сейчас у нас здесь будет приличное количество руды. Из-за того, что мы наполняем 3 вагонетки минимум, а то и 4, учитывая, что у нас здесь есть хранилище. Так что нормально. Интересно, он все высосет или нет? Раз. А, да? Так, господа мои хорошие. Ммм, ладно. Прощай, дорожка. И столб тоже прощай. У меня появилась отличная идея. Мы поставим сюда контейнер. Я просто, знаете, не уверен, что нас может отсюда высасывать. А я уверен, что нас может отсюда высасывать. Мы вот это тоже удаляем. Вот сюда его прикручиваем. Только, походу, нужно через трубу его прикрутить. Это как бы насос, хрен его знает, как это работает. Смогу ли я проложить там железную дорогу? Здрасте. Да, по идее, смогу. Ребята, едьте обратно. Вам тут не рады пока что. Теперь мы ставим сюда высасывалку. Вот так вот. И прокладываем железную дорогу. Таким образом мы сможем обеспечить этому месту постоянные поставки руды. Да. Правда, мне нужно немножечко денег. Вот хотя бы вот столько. Вот досюда хотя бы. Пожалуйста, давайте. Грузовик, ты где там? Приедь уже, твою мать. Или он уже не приедет, это они этот грузят. О, господи, как это долго. Надеюсь, дальше все будет гораздо быстрее. Ты что исчезла что-то? Я вот тут настраивал, настраивал, она исчезла. Мы еще и в минус ушли. Потрясающе. Давай, грузовик, приезжай. Вот, 2900 у меня есть. По идее, этого хватит. И нам нужен еще один столбик, который стоит 500 долларов, а у меня их нету. Черт, ну всего 500 баксов. Может, что-нибудь где-нибудь удалить, а? Беда. Ну, классно, что разработчики заморочились. О! Да, это нам очень надо. Исследование, все дела. Что мы можем исследовать? Итак, собственно, у нас есть конвейерная система. А давай. Давай, давай. Посмотрим, как она работает. Но по ней, насколько я понимаю, будут ездить ящики. Потому что вряд ли они будут руду сгружать в конвейер. Руда чистая ездит по трубам. Путешествует по трубам. А мне нужно это очень подключить, ребята. Порошу вас. Очень надо. Все, теперь у нас будет куча ресурсов, да? Ты пошла, ты забираешь оттуда? Скажи мне, что да. 9 из 40 есть. Да, уменьшается уже 8. Тогда все соберем. Все будет отлично. Как только у нас появятся деньги на облагороживание вот этого завода, я эту железку опять переделаю и пущу через завод. Вот так вот. Обратно она уже, наверное, не поедет. Хотя, может и поедет. Надо же сюда по конвейерам. По конвейерам поедут ящики. Да, отлично. И прямо сюда их и подключим. Идеально. План капкан. Мы уже 126 килограмм доставили. Представляете? За 3 месяца. А, подождите. То есть, сейчас декабрь, да? И она считает, сколько мы поставляем в месяц, что ли? Потому что сейчас будет уже второй год. И у нас только 126 килограмм. Это, может быть, неправильно переведено на самом деле. Поэтому я не верю всему, что написано. На заборе, как говорится, тоже дохрена, что написано. Сейчас мы тупо фармим деньги, господа. Ну, уже 16 тысяч есть. И я прихожу к мнению, что эта штука мне не нужна. Да. Только вот столбик случайно еще убил. Вот так. Потому что у меня здесь есть выгрузка с шести ящиков. Понимаете? И то есть, дрончики. Если я сейчас поставлю еще одну дронбэй, как говорится. Вот она здесь такая вот есть прекрасная на 10 тысяч долларов. И я смогу купить еще два дрона. И они просто за один заход смогут... Смотрите, что будет. Сейчас я вам покажу, да. Подожди, а сколько ты вмещаешь? По-моему, она четырех вмещала, да? Да, четырех. Вот здесь внизу это как бы написано, а я не туда смотрел. Я молодец. Раз, два. Все. Теперь их шесть. В ящиках в грузовике тоже шесть. И это значит, что у нас все по плану. По крайней мере, я надеюсь. Еще бы эту штуку как-то ускорить. Я так полагаю, что это делается где-то здесь. А может быть и нет. О, здесь даже рынок есть. Представляете? Потрясающе. А что по дереву? Утюг? В смысле утюг? Какой еще нахер утюг? Наверное, это какой-то минерал, но надеюсь, они перевели правильно. Остальные. Это окей. А где железная руда? Вот она. Она стоит на месте тысяча баксов. За ящик, походу, да? Поэтому шесть тысяч получается. А если мы будем экспортировать золотое топливо или конденсаторы, которые, скорее всего, нужно производить? У нас будет больше денег. Да. Утюг твою мать. Это прекрасно. Сырая нефть. А где мне взять этот ваш утюг? Надо будет исследовать эту гребаную территорию. Возможно, это какие-то глубинные исследования или еще чего. В общем, теперь грузовики загружаются в разы быстрее. Что меня чертовски радует. Теперь мы можем перейти к нашей фабрике. Итак, какой план? По идее, они должны... Можно тебя в фабрику поставить? Да? Можно. Суть в чем? Сюда приходит вагонеточка. Из нее высасывается руда. Вот в маленький контейнер. Из контейнера эта хрень должна приходить в производитель ящиков. Дальше этот производитель ящиков уезжает в рафайнер. Там это все прессуется дерьмой. Выезжает обратно. Надеюсь, ход моих мыслей верный. Поэтому давайте проведем здесь железную дорогу с вагонетками. Так, ну допустим. Вот сюда они въезжают. Здесь у них высасывает эта херня. Где она? Вот это вот. Вот так, простите, да. Сколько у меня вагонеток катается? Четыре. Ну, короче, я эту штуку поставлю вот сюда. И просто продлю немножечко вот эту вот штучку вот до конца. Че нет-то? Итак, она высасывает. Руда попадает вот в этот вот контейнер, который я не могу подключить. Но если я поставлю, могу подключить. Беру свои слова обратно. Надеюсь, ты сможешь. А, сможет, короче, да. Теперь нам требуется производитель ящиков, который подключается опять же к этой штуке. Да. Вот куда-нибудь сюда его. Да, но между ними требуется насосик. Который я сейчас вот так вот расположу. Не, не расположу. Придется так, что ли, делать? Надеюсь, так влезет. Во, так получается. Но я сделаю тебя вот таким образом. Потому что нам нужно, так сказать, площадь-то тоже осваивать. Дальше. У нас появились конвейеры. Вот такие вот. Шаговый конвейер. Надо ли делать там выгрузку? Ну, мы сейчас это дело проверим. Ну, допустим, она выезжает куда-то вот сюда. Затем она поворачивает в эту сторону. Ну, и тут нас ожидает наипрекраснейшее новоиспеченное здание, которое называется Рафайнера. По факту это гребаный пресс. Вот так вот. И дальше мы опять едем. Это что такое? Она, ты же должна сама, да. Не могу построить здесь. Почему? Серьезно? А что, нельзя конвейеры строить за пределами завода? Это что такое? Местный коготь. А-а-а. Можно было изначально ящики делать, да? К Хьюстону у нас проблема. Коготь ставится здесь. И он перекладывает тупо с одного конвейера на другой. Но тогда нам нужно опять класть это все безобразие, что здесь приедет вагонетки. А вагонеток таких не существует. Короче, давайте сначала запустим систему тупо, чтобы посмотреть, как это все будет работать. Где мой поезд? А, он нормально. Мой поезд. Ездишь теперь вот сюда. Черт. Или не черт. Сейчас он уедет отсюда? Нахрен. Давай, уезжай. Я попробую тебя подключить по-другому. Вот типа того. Проверим, будет ли эта хрень работать. Я буду долго ржать, если нихрена не прокатит. Но по идее, суть-то понятна. Главное разобраться именно в самой механике подключения всего этого дерьма. Давай мой паровозик из ромашковой ехай, а то нам скоро кушать будет нечего. И кстати, я забыл совсем про мои исследовательские штуки. Дайте мне очки. Спасибо. Итак, он приезжает. Руда высасывается. Поступает в ящики. Ящики поехали в эту вот штуковину. И начинают прессоваться. Так. Что происходит дальше? Прессуются довольно долго, я вам скажу. Прям серьезно долго. И ящики с прессованной хреновиной отправляются на конвейер. А теперь вопрос. Как мне эти ящики доставить, если конвейерная система не располагается за пределами завода? Это очень странно. Почему так нельзя? Что за бред? Да, видите, должен быть построен внутри. Прям совсем печаль. То есть мне нужно опустошить опять ящики? Вы серьезно, что ли? Это очень грустно. Прям. Я даже не знаю. На самом деле я очень... Это. Я хочу плакать даже. Ладно, давайте посмотрим, как это будет... Как это будет вообще работать. По идее, такая же высасывалка должна из этого ящика высасывать. Вот сюда. Да. А что делать с ящиком? Кажется, я знаю, что с ним делать. Вы думаете о том же, о чем и я? Блин. Но нам же нужен наполнитель, правильно? Да, нам определенно точно нужно... Куда ящики деть, а? Ну, идея... Идея правильная. Вот утюг. Да, утюг, твою мать. Это утюг. Короче, это железо спрессованное. Ясно. Я могу его дальше отправить на вагонетки. Но проблема в том, куда мне деть ящики. Это серьезная проблема. Ну-ка, как ты их убирать будешь? Покажи мне. Вот так. Ясно. Осталось только придумать, куда деть ящики. И все будет работать идеально. Вот в него положить ящики обратно не получится. Может быть, здесь есть еще какое-то здание, которое поможет нам убрать ящики. Комбайнер. Эта штука комбинирует руды. Это, по сути, печка. Окей, с печкой мы поняли. А где, куда деть ящики? Как говорить поезд? Устройство блокировки ящиков. О, это мне нравится. Звучит так, как мне это нужно. А если я сюда поставлю разгрузочную станцию? Допустим, три. Все оказалось на поверхности лежало. Вы гляньте как. А? Кто бы мог подумать. Бульк и нету ящика. Все, система понятна. До свидос. До свидосички. Так, значит, тогда нам нужно немножечко переделать систему. Потому что здесь попахивает... Здесь попахивает опять железной дорогой на выходе. До свидания. Нет, это, наверное, не стоило удалять. Ну, ладно. Короче, смысл в чем? Мы здесь ничего не изменяем. Кроме того, что вот эту вот железную дорогу подрежем. Она пойдет сюда же. Итак, возвращаемся к тому, от чего мы ушли. Значит, производитель ящиков производит ящики. И эти самые ящики уходят вот в эту штуковину. Допустим, сюда. Пофигу. Конвейер мне подайте. Все, работает. И теперь... Как это интересно, а? Обалдеть, не встать. Да, это вам не фактория. А здесь... Ладно, я шучу. Фактория тоже охренительная. Не надо вот в меня камни кидать. А, высасывалка. Да, высасывалка высасывает из этого конвейера. Сначала давайте поставим маленький... Вот этот вот маленький. Допустим, он будет стоять здесь. Я высасываю с той стороны и прокладываю железную дорогу. Идеально. Ставим его так. Прикручиваем эту штуку... Вот так. Высосало. Теперь мы делаем здесь... Станцию разгрузки, которая убьет ящик. Бульк. И все, по идее, работает. Потрясающе. Мне это чертовски нравится. Хоть это немножечко и просто кажется, но... Кто бы мог подумать, что это так работает. А теперь нам должна установиться сюда насыпушка. Насыпушка. И теперь нам нужна конвейерная. Вот эта вот железная дорога конвейерная. Единственное, только у нее должен быть приличный такой хвост. Допустим, вот отсюда. А, да. Это весьма печально. Ну, ладно, значит... Значит, будем возить на двух. А может, даже и не на двух. Поехали. Вот сюда поехали. Здесь у нас есть вот такие штуки прекрасные. Ничего. Меня не остановишь. Готово. Подключаем сюда две корзинки. И смотрим, что происходит. У нее уже восемь. Да, это... Это... Это прикольно. Ну, посмотрим, сколько я теперь буду денег зарабатывать. У меня же система стоит. Насыпаем утюг. Как бы это ни звучало. Но мы его насыпаем. Мне кажется, нужно здесь как-то ускорять этот процесс. А есть ли в конверах делители? По-моему, нету делителей. Но у нас есть некий коготь, который позволит нам перекидывать... Ха, как это классно. Смотрите, что я придумал, а. Вы не поверите, что я придумал. Берем вот эту половильню. Недостаточно средств на нее. Но как только будет достаточно, вы увидите что-то интересное. Утюг повезли. Но там еще было три ящика с обычным камнем. Этим железной рудой. Насыпай давай, не стесняйся. Круто, а, круто. Сколько денег-то? Я просмотрел. В общем, нормально там денег, поверьте мне. Восемь, что-то восемь. С восьмеркой было связано. А сейчас вообще десятка будет, раз она там две тысячи стоила. Мы сейчас посмотрим по рынку. Где утюг? Вот утюг. Тысяча восемьсот. Ну да, почти две тысячи. Почти две тысячи. Это мне нравится. Собственно, сейчас вы увидите мою идею. Тринадцать тысяч у нас уже есть. Надо чуть побольше. Но уже, в принципе, можно начинать строительство. Мы ставим еще одну хрень вот сюда. Надеюсь, прокатит. Если не прокатит, будет очень смешно. Пятьдесят баксов не хватает. Вот. Сюда конвейер. И перекладыватель. Вот так. Таким образом, я разгружаю очередь. Видите? И если она вообще уедет туда. Ты уедешь туда, не? Ну пожалуйста, дай ей уехать. А она уедет, когда здесь будет забито. Правильно? Ну вот сейчас проверим. Вот этот ящик. Сука, да хватит ты цеплять все ящики. Какая ж ты жадная падла. Давай, давай, проезжай. Отлично работает. И вот сюда прикручиваем. Таким образом, мы увеличиваем в два раза производство нашего утюга. Что, как бы, мне очень нравится. Да. Прям очень. Утюг ехает. А вот отсюда что-то как-то и не ехает. Смотрите-ка. Че вы бежите-то меня? Пожалуйста, проедь прямо. Серьезно? Нельзя делать перекрестки? Да ладно. Такого не может быть. Ой, да ты меня не остановишь. У меня есть план. Я победю нахрен эту вашу механику. Значит, еще один коготь мне, пожалуйста. Вот сюда. Идеально. Ставь его нахрен скорее. Отлично. Все, теперь отлично все работает. Да. Вот кто бы мог подумать, что это будет работать именно так, да? Ну, главное, чтобы здесь теперь быстрее все это производилось. Потому что... Потому что... Медленно. Все медленно, медленно. Давайте, ребята, давайте. Грузовичок загрузили. Сейчас посмотрим в последний раз, сколько у нас денег он привезет. И можно, в принципе, успокаиваться. Здесь, походу, раз-два. Две корзинки нам будут достаточно. Грузовик уходит. Деньги к нам приходят. И сколько денег? Грузовик 10800 за один грузовик. Как вам такое? В общем, господа, я думаю, что смысла дальше долбиться нету. Вы, в принципе, увидели. Базовые механики игры поняли, как это все работает. Потом еще и поезда будут. И всякие еще интересные финтифлюшки. В общем, я могу сказать от себя, что игрушка прикольная. Если хотите, будет продолжение. Все зависит от вас. На этом я с вами прощаюсь. Услышимся в продолжении или в других каких-нибудь видосах. Это и покупаю. По кусечке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok